МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герои программы «Майдейн Казахстан» – это иностранные специалисты, связавшие свою судьбу, пусть и ненадолго, со страной в центре Евразии. А также послы и волонтеры. Они с любовью рассказывают о Казахстане, о том, чем они занимаются, а главное, как им живется сегодня, в невиданных для новейшей истории условиях мировой пандемии. Когда основная деятельность проходит в онлайн-формате, а общение с коллегами стало дистанционным. Изменилось ли к ним отношение казахстанцев, и как страна справляется с тем, что еще вчера казалось невозможным в современном мире? Об этом они расскажут честно и непредвзято. Привет, заходите. Добро пожаловать в мой дом в Алматы возле Коктебега. Я хочу показать вам сад, прежде чем мы войдем внутрь. Это одно из самых любимых мест в нашем доме в летнее время. Сад действительно очень красив. Моя жена потрудилась на славу, чтобы у нас был цветущий огород. А эти ящики во дворе летом полны овощей. Нам нравится отдыхать здесь, особенно летом, и пить кофе под деревьями. Как видите, сейчас не то время года, когда мы можем сидеть в саду за домом. В этом году в Алматы ранняя зима. Но зато смотрите, как снег все украшает. Итак, почему бы нам не зайти в дом? Хорошо вернуться в тепло с холода. Что ж, давайте немного покажу вам дом. В день нашего визита супруга председателя правления одного из международных банков, Гордона Хаскинса, была в отъезде. Срочные дела вызвали ее на родину, в Канаду. Но казалось, она незримо присутствовала повсюду. Все в доме напоминало о прекрасной хозяйке. И больше всего она присутствовала в сердце хозяина, на которую буквально через каждое второе слово упоминал Долорес. Давайте посмотрим, что есть в гостиной. Я покажу несколько вещей, которые мы привезли из разных стран, где когда-то жили. Одна из моих любимых вещиц – старый радиоприемник советских времен, который я купил здесь, в Алматы. Очевидно, копия французского дизайна. Его обнаружил во Франции еще в 50-х годах советский дипломат. Я нашел его на рынке здесь, в Алматы, пару лет назад. У нас много забавных и необычных предметов. Долорес – невероятный коллекционер. Многие вещи принадлежат как раз-таки ей. Она собирает на стенные коврики Сузане по всей Центральной Азии. Вы можете убедиться, их здесь немало. По всему дому развешаны коврики казахстанских мастериц. У нас приличная коллекция картин, напоминания о странах, в которых мы побывали. Тот – ярко-красный, из Тбилиси. Мы купили его несколько лет назад. У нас есть картины, привезенные из дома. То красное здание – старый элеватор в Канаде. Он очень напоминает дом Долорос. Она родом из Альберты, района фермерских хозяйств. А еще у нас есть картины местных художников. И особенная работа там, наверху. Керамическая тарелка. Это работа известного казахстанского художника Эдуарда Казаряна. Для нас честь быть владельцами этого произведения искусства. Долорос купил его пару лет назад на художественном аукционе. И вот еще одна из любимых вещей Долорос, хотя она и занимает немало места. Сундук из Казахстана. Традиционный для Центральной Азии. Мой любимый напиток утром – кофе. Обычно я выпиваю две или три кружки. Почему бы мне сейчас не рассказать вам немного о нас, Долорос, до того, как мы оказались в Алматы? Я описываю это как довольно странное, долгое путешествие. По дизайну кружки вы могли догадаться, что мы оба из Канады. Я из Британской Колумбии, Долорос из Альберты. И у нас есть кое-что с Родиной. Это одна из наших любимых вещей из Канады. Это поразительная маска – образец искусства индейцев с западного побережья Британской Колумбии. Мы купили его на острове Ванкувер примерно 15 лет назад и привезли в Лондон, где жили довольно долго до приезда в Казахстан. Мы сыграли свадьбу на Багамах, еще до нашего переезда из Канады в Лондон. Мне нравится говорить, что мы встретились в Мексике, поженились на Багамах и переехали в Лондон. И все это уместилось в один год. Это наша свадебная фотография на пляже на Багамах, на острове Харбор. Мы прожили 15 лет в Лондоне, и вот одна из моих любимых вещиц. Старинная, викторианских времен – карта Лондона, которую Долорес подарила мне на день рождения много лет назад. И мы возим ее с собой повсюду. В Алматы мы уже почти 9 лет. Никогда не могли бы подумать, что задержимся тут на такой долгий срок. Но это так, и мы на самом деле полюбили этот удивительный город и страну. Это Скини, худышка. Алматинский уличный кот. Когда мы жили чуть выше, на холме он бродил вокруг нашего дома. Потребовалось полгода, чтобы он к нам привык. А поначалу боялся, не позволял прикасаться к нему. Но поскольку он голодал и очень хотел, чтобы кто-то позаботился о нем, пошел к нам на руки и со временем к нам привык. Как видите, теперь он уже не такой худой. Но когда мы его взяли, он был всего лишь маленьким хулиганом с улицы. А теперь стал солидным вальяжным котом, ведущий вполне себе светский образ жизни в Алматы. На улице снег и лед, и в это время года я не могу кататься по дорогам. Но в прошлом году я купил тренажер для занятий дома. И мы с грубой друзей катаемся вместе, онлайн. И держим связь благодаря видеоприложению. Думаю, сегодня я буду один, потому что другие, вероятно, работают. А я взял выходной. Всего два километра. Это была короткая поездка этим утром. Пару дней назад проделал более длинный путь, 45 километров. В хорошую погоду мы любим выезжать на трассы и кататься в горах поблизости от Алматы. Здесь немного прохладно, несмотря на то, что светит солнце. Минус 10 прямо сейчас. Кот тоже просится внутрь. Он хотел прогуляться, но даже для него слишком холодно. Давай, Скинни, заходи. Помимо увлечения ездой на горном велосипеде и изобразительным искусством, Гордон еще и сам – прекрасный фотохудожник. И его домашняя галерея тому свидетельством. Что ж, я хотел бы показать вам окрестности, но прежде оцените эти снимки. Это некоторые из моих фотографий, сделанных во время путешествий. Все они сняты в 80-х годах, когда я путешествовал по Юго-Восточной Азии и Европе. Ну что ж, пойдемте прогуляемся. Знаменитая гора Коктюбе расположена в юго-восточной части Алматы. Ее высота – 1130 метров над уровнем моря. На горном склоне находится знаменитая 372-метровая алматинская телевизионная башня – самый известный символ города. С одной стороны, Коктюбе можно любоваться панорамой города, а с другой – великолепным видом хребта Зайилийского Алатау. Хорошо, теперь мы на вершине Коктюбе. Как видите, отсюда открываются чудесные виды. К сожалению, в это время года все покрывает смог. Как только похолодало, заработали ТЭЦ на полную мощность. Вы можете увидеть дым из трубы одной из электростанций. Все это, помимо, конечно, выхлопных газов автомобиля, и вызывает смог, который зимой усиливается. Но обычно здесь очень хороший вид. Давайте поднимемся наверх и увидим еще кое-что. Это немного необычная находка здесь, в центре Алматы. Но, возвращаясь к 60-м годам, отмечу, что в Советском Союзе обожали Битлз. И здесь у них было много поклонников. Это лишь реплика казахской юрты. Очевидно, это только макет в разрезе. Не то, что у нас, Долорес, в Канаде. Несколько лет назад мы купили юрту в Кыргызстане, отправили ее на родину и установили рядом с домом. В отпуске, как правило, летом, она напоминает нам об Алматы. Кошка думает о цыплятах. Отсюда вы можете увидеть настоящую дикую природу, хотя мы по-прежнему в городской черте. Но если вы посмотрите туда, вы поймете, что мы находимся у подножия гор. А если глянуть в ту сторону, между двумя пиками есть небольшая низина. И это горнолыжный курорт Шимбулак, где мы любим кататься на лыжах. Это всего в 15 минутах езды от нашего дома, и это действительно фантастическое место зимой. Это направление — один из маршрутов, по которому мы любим кататься на велосипедах. Он ведет нас сюда через горы. Мы называем его «зигзагом», потому что там несколько крутых поворотов на холмах. Это действительно незабываемая поездка на окраине города, но когда ты наверху, кажется, что ты находишься далеко в горах. Чуть ниже мой дом. Не знаю, насколько хорошо вам видно, но там башня, где расположен мой офис. Отправимся туда. Привет, Майкл. Привет, как дела? Я в порядке. А ты? Хорошо, хорошо. Моя съемочная команда. А это мой друг Майкл. Вы ездили на велосипеде? Сегодня нет. На улице так холодно. Это моя помощница Айгуль. Мы с ней проработали в банке три года. Иметь дело с ней — одно удовольствие. Кстати, что с моей поездкой в Нур-Султан? Все готово? Да, все отлично. Здесь вы найдете авиабилеты и бронь номера. Хорошо. Большое спасибо. Увидимся на следующей неделе. До встречи. Гордон для меня не только босс, но и мудрый наставник. Он настоящий друг. Всегда поможет ценным советам. И что мне нравится в Гордоне и Долорес, так это то, что они действительно заботятся о природе, об окружающей среде. Хоть они и не казахстанцы, не местные жители, а все-таки иностранцы, которые приехали в Казахстан трудиться, они всегда вовлечены в озеленение города, постоянно участвуют в экологических проектах в Алматы и в целом по Казахстану. День выдался насыщенным. На самом деле я очень голоден, и прежде чем пойти домой и готовиться к завтрашней поездке в Нур-Султан, спущусь-ка я вниз и закажу немного еды, потому что не ел весь день. Сделаем это и продолжим уже в Нур-Султане. Мы в моем любимом кафе рядом с офисом. Я часто здесь обедаю и беру свой любимый сэндвич. По-русски его название звучит как «Господин Крок», а для нас – канадцев. Наверное, это просто бутерброд с сыром на гриле. Это одно из моих любимых блюд, я с наслаждением им отобедаю. Ведь я так проголодался за день. Очень вкусно. Я прибыл в Нур-Султан на бизнес-встречи. Интересно снова оказаться в казахстанской столице. Прошло почти два года с тех пор, как из-за пандемии я не был здесь. Поэтому особенно приятно вернуться, несмотря на холод. В силу своей работы в качестве руководителя Международного банка, Гордон обязан регулярно бывать в городах, где есть филиалы, и особенно в столице, где находится правительство Казахстана и расположены офисы крупных клиентов. Большое спасибо. Приятно вернуться в Вастану в начале зимы. Здесь лежит первый снег. Я рад приехать сюда на деловые встречи. Это мой любимый отель в Астане. Прямо через дорогу от Абудаби Плаза. Огромные высотки, строительным подрядчиком которой был один из наших клиентов. Мой коллега едет в отель, так что мне нужно подготовиться к встрече. Тут чересчур тепло. Выключу обогреватель. Казахстан не любит, когда в помещении сильно натоплено. Нейсон, очень рад снова видеть тебя. Проходи. Большое спасибо. Очень приятно видеть вас вновь. Это мой коллега из посольства Канады. Он торговый комиссар дипломатического представительства. И мы с ним часто встречаемся, чтобы обсудить деловые и торговые возможности сотрудничества Казахстана и Канады. Всегда приятно увидеться с вами. Между посольствами, вашим банком и между нами лично установилось плодотворное сотрудничество. Мы это очень ценим. И сегодня я хочу вручить вам эмблему от имени посольства в честь памятной даты. Замечательно. Это действительно важная дата для канадцев. Маг напоминает нам о всех тех, кто полег на полях сражений, начиная с Первой мировой войны. И мы, канадцы, каждый год носим символ этого красного цветка в память о ветеранах. Благодарю, Нейсон. Вам спасибо. Может, присядем? Конечно. У меня только что была встреча с Нейсоном, коллегой из посольства. Я собираюсь отправиться в филиал, чтобы встретиться с сотрудниками и его директором Жаксалыком. Пройдемте в наш столичный филиал. Он находится в зеленом квартале. Посмотрим, как там внутри. Жаксалык, рад снова вас видеть. Большое спасибо за прием. Это руководитель нашего филиала Жаксалык. С нетерпением жду встречи с сотрудниками сегодня. Почему бы нам не подняться и не переговорить пару минут о делах? После тебя, Жак. Спасибо. Так здорово оказаться здесь опять. Насколько я понимаю, завтра у нас назначена встреча с клиентами. И у тебя, я знаю, видеозвонок примерно через полчаса, так что я не задержу тебя надолго. Думаю, мы можем обсудить дела, и затем я пообщаюсь с нашими сотрудниками, а ты отправишься на онлайн-семинар. Я знаю Гордона почти пять лет с тех пор, как он присоединился к нашей команде в Казахстане. У него большой опыт работы в нашей стране, так что, думаю, он стал настоящим казахстанцем. Он знает все о нашей стране и о людях. С ним очень интересно работать. Привет, ребята! Приятно видеть вас. Приятно наконец встретиться с вами лично после всех карантинов. Привет, привет! Рад новой встрече с вами. Привет, давно не виделись. Здравствуйте, Агуль. Здравствуйте, Агуль. Рад снова видеть вас лично спустя столько времени. Как вы? Привет. Привет, Санжар. Как ты? Рад нашей встрече. Что ж, было очень приятно повидаться с сотрудниками столичного филиала. С нетерпением буду ждать возможности снова приехать сюда. А пока мне туда. Сегодня был замечательный день. Мне нужно вернуться в отель, а вечером я отправлюсь на хоккейный матч, чтобы посмотреть игру команды «Борис». Я очень хочу увидеть капитана команды, ведь он тоже из Канады. До свидания. Было отлично провести с вами время. До скорой встречи. Давай, Тенге, пойдем гулять. Хорошо вернуться в Алматы после насыщенной поездки в Нур-Султан. И сейчас мы прогуляемся с моим псом. Он очень хочет побегать, и я свожу его к реке, где часто с ним бываю. Заодно полюбуемся на реку. Он должен повсюду остановиться и все обнюхать. Мы нашли его около семи лет назад. Это собака-спасатель. Он родился в Алматы. На самом деле мы обнаружили его щенком у реки. Там, где как раз собираемся прогуляться. Мы назвали его Тенге, потому что у него на спине круглое пятно, которое цветом напоминает монету в 100 тенге. Он наполовину лайка, как мы думаем, и наполовину центрально-азиатский тайган, охотничья порода. Его любимое занятие — находить здесь белок. Если нам встретится одна из них, вы увидите, как он будет заволнован. Окей, пошли, мы почти у цели. Узнаешь это место? Да? Хочешь туда? Хорошо, идем. Это река Теринкура, но совсем рядом с домом. Нам с Долорос нравится гулять здесь. И даже один я часто брожу тут. Здесь особенно красиво зимой, когда все покрыто снегом. Но хорошо здесь в любое время года. У меня всю жизнь были животные. Было много собак, когда я рос в Ванкувере. И Долорос — большая любительница животного мира. Мы находили и забирали кошек на улицах Алматы. И продолжаем это делать. На днях Долорос прислала мне сообщение о котенке, которого нужно спасти. Его зовут Тинге. Итак, Тинге, мы вернулись домой. Пойду за своим велосипедом и переоденусь. Увидимся здесь через несколько минут. Гордон, как и его друзья и коллеги, очень любит спорт. Но не такой, который требует длительных занятий в закрытых помещениях. А спорт на открытом воздухе. И поездки на горных велосипедах по Алматинским склонам — это отличное решение. Кажется, сегодня довольно тепло для прогулки на велосипеде. Ко мне присоединится один из моих друзей. Пару километров мы проедем по дороге, а потом отправимся в сторону Медео. Не уверен, что на такой высоте будет достаточно тепло. Но посмотрим, как все пойдет. Так что вперед! Итак, мы в начале одного из самых известных отрезков для велоспорта в Алматы. От моста, на котором я стою, до высокогорного катка Медео. Это один из самых популярных маршрутов. Именно здесь мы с моим другом Майклом собираемся начать и двинуться к Медео. Он должен быть с минуты на минуту. Как дела? Ты уже в пути? Хорошо, жду тебя. Привет, Майкл! Рад тебя видеть. Спасибо, что присоединился ко мне сегодня. Это Майкл. Он из Германии. Он работает в рекрутинговой компании, с которой мы сотрудничаем. Но сегодня мы сделаем что-то гораздо более увлекательное. Поедем на велосипедах в горы. Как я уже упоминал, это один из моих любимых веломаршрутов в Алматы. Прекрасный солнечный день для середины ноября. На самом деле стало намного теплее, чем пару дней назад. Алматы – удивительный город. Десять минут езды вниз, и вы в офисе. А пятнадцать минут вверх, и вы уже в горах. Здесь любой может кататься на велосипеде, на лыжах. Так что это прекрасный город, где можно совмещать работу и наслаждение природой. Так что поехали. После крутого подъема требуется передышка. И тут наступает время воспоминаний и дружеских шуток. Я помню, когда Ричард пригласил меня в группу велосипедистов, он сказал, «Мы начнем в 6.30 утра». А когда я приехал, вы сказали мне, «Ну, мы едем к космической станции». Я спросил, «Где это?» И мне ответили, «Очень высоко. 3400 метров над уровнем моря». Это была отличная поездка. Хорошее знакомство с нашим велосипедным клубом. Так сказать, с корабля на бал. Помню, когда вы уже спускались, я все еще поднимался. Потом пошел дождь и поварил снег. А когда вы уже отдыхали внизу, я все катил и катил вверх. Думаю, это отличное место, чтобы остановиться и попрощаться. Майкл, большое спасибо за то, что присоединился ко мне. Это было здорово. Приятно покататься на воздухе в прекрасный ноябрьский день. Я был очень рад показать вам свою обычную жизнь в Казахстане. Дом, работу и свои хобби. Было здорово поделиться с вами замечательными видами окрестностей. И думаю, нам пора спуститься в город и вернуться к работе. Спасибо всем. На этом мы прощаемся с героем нашей программы «My Day in Kazakhstan» Гордоном Хаскинсом. И надеемся, что его прекрасная супруга и хозяйка его дома Долорес вскоре присоединится к нему после поездки на родину, в Канаду. И они еще долгие годы проведут в Алматы, даря искреннее тепло и радость казахстанцам. Субтитры создавал DimaTorzok